Наши конкуренты это старый добрый калькулятор, счеты такие ломбардные. ФНС нас заставила, теперь мы платим ренту Романенко. И начинают из тебя все соки и кровь вытаскивать. А у вас есть миллиард? Я вам, да, на Новый год калькулятор точно подарю. Приходите к нам, мы посчитаем. Понятно, что мне хотелось за 4 года сделать единорога, но, к сожалению, это неправда и обманывать самого себя не нужно. И даже ипотеку не брали. Все мальчики когда-то начинали что-то пробовать. Я даже сумел организовать письмо от российского МИДа главному по птичкам в мире. Редактор субтитров А.Семкин Вы же видите, наверное, по вашим клиентам, что происходит? Сколько поотваливалось, как позакрывалось? Мы как барометр для многих в нашей стране видим, конечно, в онлайне, смотрим на недельно-месячной основе. И было, конечно, к концу марта, когда как раз ввели локдаун, но было так, конечно, сильно напряженно, когда у тебя 70% твоей клиентской базы, на которой ты деньги зарабатывал, вдруг в один прекрасный момент закрылось. Но было же непонятно, это на апрель, на май или это до конца года. Клиентам, конечно, было тяжело, непросто, но сегодня, если смотреть сентября, и лето, и осень, практически все восстановились, может быть, оттока не больше 5%. Просто достаточно сложно мерить, потому что открываются новые торговые точки и закрываются старые. Я думаю, что не больше 5% в целом бизнеса за год закрылось. Ваш клиент как-то поменялся за это время? Можете описать, кто был ваш клиент до пандемии, кто он теперь и кто он теперь? С двух сторон зайду. У нас несколько вертикалей бизнеса внутри. Основной базовый бизнес, с которого все начиналось, основная идея – это Эватор. Мы, по сути, взяли телефон, приделали к нему принтер, сделали это все в хорошем корпусе. Это онлайн-касса, где клиент не только пробивает чеки, но и может потреблять всевозможные сервисы, так же, как мы с вами в телефоне. Мы же телефон покупаем, закрыть свои базовые потребности, как там калькулятор, фонарик. Калькулятор. У вас базовая потребность калькулятора. Раньше календарь, телефон, СМС. Раньше, когда же телефон Nokia был, что самое важное было, чтобы фонарик был, и змейка была. А все остальное, да. А все остальное – это мы же идем в магазин приложений, оттуда скачиваем. И в зависимости, там, миллионы разных профилей клиентов, которые хотят, нужны разные сервисы. У нас то же самое. Идея основная была, что мы хотим дать малому бизнесу возможности конкурировать с большим ритейлом. Большой ритейл вкладывает миллиарды в автоматизацию всевозможной технологии, которые применяют, чего у малого бизнеса такой возможности никогда не было. Поэтому, в первую очередь, наши клиенты – это предприниматели. Из сегмента малого и чуть-чуть среднего бизнеса, у кого в среднем полторы торговые точки. Это с точки зрения базовой услуги, как смарт-терминал. Также у нас есть внутри по закону 54 ФЗ оператор фискальных данных, мы работаем со всем сегментом, от малого бизнеса до крупного. Я думаю, что мы процентов 40 ритейла всего точно обслуживаем. У нас сейчас больше 50 миллионов человек в стране. То есть мы обслуживаем каждую третью торговую точку, как оператор фискальных данных. Также есть продукт на полке. Это B2B Marketplace, когда наши предприниматели как раз могут зайти на единый каталог, где товары от 400 производителей и дистрибьюторов могут заказать себе товар. Классический предприниматель – это классическая точка. Мерчант – это наш предприниматель, который делает все своими руками, у кого одна-две точки. Хотя есть клиенты из тысячи точек, которые используют наше решение. У нас есть такой мифический персонаж внутри. Ашот и Валерик – это два основных предпринимателя, с которыми мы работаем и делаем наш продукт. А почему Ашот и Валерик? Ну, потому что именно лицательные такие были. Очень много рынков, где как раз торгуют Ашоты. И это был придуман такой персонаж, с которым мы работаем. Мы делаем огромнейшую работу с нашими клиентами. У нас уже почти под 100 человек в двух городах – в Нижнем и в Тюмени. Кто ежедневно звонит клиентам, проводим опросы и предлагаем им всевозможные сервисы. Но они вами все равно недовольны. Вот чем они недовольны? Я не знаю ни одного бизнеса, где были бы 100% довольны клиенты. Недовольны, наверное, была история в фундаменте лежала, когда это был 2015 год, когда был придуман эксперимент по онлайн-кассам. На самом деле, в Истоке уходит в 2012 год. Была такая штука, придуманная государством под названием ЭГАИС. Единая государственная автоматизированная система по контролю за оборотом алкоголя. Стали метки, которые можно как раз через ЭГАИС сканировать. Но самое главное, пришел интернет. В 2015 году пошел как раз эксперимент по онлайн-кассам. И летом 2016 года был принят закон 54 ФЗ, который гласил следующее, что будет две волны перехода для предпринимателей. В 2017 году весь текущий ритейл, который применял на тот момент кассы, обязан заменить кассы. В 2018 году все остальные. Но потом государство продлилось все на три года и сделали как раз достаточно плавно. 2017 год ритейл, в 2018 год все, кто продает товар, в 2019 год все, кто оказывает услуги. Конечно, недовольны и до сих пор и тогда были недовольны, потому что это, я называю, как бы вылезти из-под коряги. Тебе, значит, в какой-то момент нужно стать белым, прозрачным и пушистым. Заставили. Да, заставили. Но других вариантов-то и не было. На тот момент в стране по базе ФНС на конец 2015 года было плюс-минус миллион касс. Сейчас уже 3,6-3,7 миллиона. И еще по оценкам от полмиллиона до миллиона не перешли до сих пор. Это есть освобожденные всякие категории а-ля там рынки. Я думаю, что в тот уровень 4,5 миллиона. Надо же всегда смотреть не только на то, что заставили. Во-первых, малому и среднему бизнесу компенсировали 18 тысяч рублей. Все, кто вовремя купил тогда, они подали налоговый вычет и им это скомпенсировали. Очень плохо, что многие вот так вот смотрели, что заставили. Относятся к этому, как мы купили кассу для ФНС. И сломать вот эту вот парадигму, что это не только калькулятор, фонарик и телефон, а что это еще и куча сервисов. Поэтому мы проделываем огромнейшую работу о том, чтобы показывать предпринимателям, что есть куча удобных сервисов. Ты можешь быть на снегоходах в Апатитах и при этом видеть, что происходит в твоем бизнесе все в онлайне. Но они все равно это воспринимают так, что вот ФНС нас заставил, и теперь мы платим ренту Романенко. Ну, во-первых, это не Романенко, а Романенко и ряд партнеров, и таких компаний на рынке достаточно много. Слушайте, а вы вспомните, когда, вот сейчас пример, пример еще, госуслуги хайли или нет? Портал. Нет. А сейчас пользуются, мне кажется, практически все, я думаю, все, у кого есть интернет, и вариантов не было. Было очень сложно все процессы сделать в онлайне, и еще кучу всего можно сделать, что туда будет перенесено. А какие варианты в текущей ситуации после введения санкций 2014 года не пройти такой сложный путь, как обеление бизнеса? Получается просто достаточно странная ситуация. Вот есть, вот мы с вами сидим, вот есть два магазина. Один торгует в белую, он белый прозрачно платит все налоги, а второй сосед, вот один Валерик, второй Ашот. Ашот как раз торгует в серую, кассы нет, и налоги никакие не платят. Ну, я считаю, это неконкурентно по отношению к Валерику, который белый, белый и пушистый. Как бы все должны конкурировать в одинаковом поле. Вы почему в этот бизнес залезли? Только честно. Была такая история, помните, когда у вас была пресс-конференция, в которой вы объявляли про Аеватор, и на ней сидел Егоров. Сейчас это глава ФНС. Геннел Вячеславович, да. Да, был зам Мишустина. И что он сказал? Уникальной российской компании. Закона еще нет, а компания уже создана. Мы сегодня имеем продукт, по которому еще нет нормативной базы, нет закона, а уже есть продукт. Да, мне понравилось ваше слово «залезли». Ну, залезает, мне кажется, на Эльбрус, а здесь создают и создают собственными руками на собственные деньги. Фактически закон, который создал бизнес. Да, у меня был период в жизни между историей с Киеви и с Аеватором, где долгое время занимался, ну, я сейчас занимаюсь инвестициями, но плотно, плотно занимался инвестициями. В какой-то момент для себя понял, что я точно хочу создавать что-то свое, чем быть просто инвестором в каких-то проектах. Да, инвестировать нужно, это полезно, это можно зарабатывать, но если что-то хочется сделать большое в нашей стране, то надо сделать только это самому. И я думаю, что я года два, наверное, искал, выбирал, а что же можно сделать аналогичное, что я сделал за предыдущие 10 лет с точки зрения как инфраструктурный проект. И в 2015 году я заметил как раз историю, что молодежь, у нас средний возраст с компанией 27 лет, пошел такой движ на рынке, эксперименты, у Сбербанка на тот момент был планшет с принтером, который можно было вешать сюда на пояс. Много компаний делали эксперименты, и я первый подход к этому снаряду под названием онлайн-кассы сделал летом 2015 года. Я давно на тот момент уже дружил с Алексеем Макаровым, компанией Atoll, это один из топ-3 игроков на нашем рынке. Я ему позвонил и говорю, слушай, там что-нибудь про эксперименты слышал? Он говорит, да, слышал, смотрим, наблюдаем. Я посмотрел, что есть в мире, в мире есть два десятка компаний, за которые мы точно смотрим, это там есть Square, которая публичная компания, а из этого, который купил PayPal, Clover, который купил First Data, ну и там большой набор аналогичных компаний. У нас в Варде, в Киеве, я на тот момент познакомился с бывшим основателем Google Wallet, это сам ABDE, он основал 7 лет назад компанию Point, это ровно то же самое, что и в Аторг, он как раз уже в 2014 году был, и я говорю, давай соберем стратегическую сессию, я со своей стороны возьму разных менеджеров, аналитиков, и соберемся, посидим пару-тройку дней и подумаем, может быть, такую историю сделать вместе. Лучше места, чем Лугана, мы не нашли, потому что это была единственная точка, куда со всего мира могли прилететь мои партнеры и людей, командов, экспертов, кого мы собрали, и мы почти целых три полных дня, у нас было человек 15, провели стратсессию, и я думал вначале, что мы уедем, и я буду делать этот проект, но мы разъехали с ощущениями, что делать его не надо. Но вы же уже тогда знали, что будет закон. Знали, было непонятно, когда он будет, и вот ощущение по бизнес-модели, тогда не сложился «Аленький цветочек», и мы разошлись. Мы поехали, съездили в Америку, повстречались с несколькими компаниями, в том числе и повстречались с «Поинтом», а сам в следующую свою поездку был у нас, мы продолжили эту историю, и тоже у нас как-то «Аленький цветочек» не вышел. Всего лишь только в декабре я опять позвонил Леше, я говорю, слушай, а я вот сейчас посмотрел еще раз, аналитики посмотрели, что происходит в мире, и я так понимаю, летом, к лету следующего года закон все-таки будет. Я говорю, давай встретимся. И вот с того момента мы сели поговорили, поняли, что «Аленький цветочек»-то он и есть, это как раз тот инфраструктурный бизнес, который надо строить, что ты один раз это построишь, и потом будешь как бы всю жизнь на этом зарабатывать. И мы поняли, что нам не хватает третьего партнера, потому что я, это скиллы про софт, Леша, это было скиллы про хард, потому что он там 15 лет этим как раз занимался кассами на этом рынке. И так как касса без экваринга – это ничего, уже больше половины наших платежей происходит с экварингом, нам нужен точно банк-партнер, с кем вместе это делать. Выбор никакой не делали, было понятно, что лидер этой всей истории Сбербанк, и многие нам тогда сказали, вы со Сбербанком о чем-то договоритесь, это невозможно. Ну, мы пришли, поговорили, рассказали, но Сбербанку это сразу понравилось, и мы, наверное, где-то вот там несколько встреч. А вы с кем в Сбербанке разговаривали? Я давно достаточно знаком, до этого был еще по X5 со Львом Хассисом. Я Льву набрал, я говорю, есть крутая идея. Он говорит, вы руками наши двери всегда открыты, приходите. Мы пришли, рассказали об этой идее. Я думаю, что несколько месяцев мы потратили о том, чтобы в какой-то момент идея дошла до Герма Носкорича. И в марте мы хлопнули по рукам, что все делаем. И за вот там март, апрель, май, июнь построили конструкцию, где мы все вкладываемся про рата. Сбербанк получил 40%, я с партнерами 30%. То есть вы изначально эту штуку строили вместе со Сбербанком? Не потом продали? Нет, Сбербанк был с самого начала, и мы вкладывали. Алексей на тот момент потратил какие-то деньги на R&D продукты. Он сделал свой вклад частью R&D. Остальное мы вкладывали, было несколько раундов, мы вкладывали всегда про раты. Это только потом, в декабре этого года, было выкуплено. Да, мы объявили 8 июня, день рождения Эва Тора, объявили тогда о сделке. Был как раз Данил Вячеславович, сказал вот эту вот хорошую фразу, только в России такое бывает, компании создаются, а закона еще нет, и закон был принят, мне кажется, через несколько дней. Но ведь эта фраза не очень хорошая. Она говорит скорее о том, что у вас была какая-то информация. Ничего хорошего в этой фразе на самом деле нет. Подождите, а сейчас у нас все достаточно открыто в органах государственной власти. Вы можете зайти на сайт Государственной Думы и посмотреть, когда первое чтение, второе, третье. Если уже первое, второе прошло, то третье, это значит... Вы отрицаете какие-либо связи с налоговиками? Слушайте, мы с налоговой партнером в этой истории. Все компании, как и мы на рынке, тут нет отрицания или подтверждения. Мы работаем под закон, который создавал как раз Федеральная налоговая служба во главе тогда с Мишустиным. По-другому было невозможно. У нас есть лицензированный оператор фискальных данных. Мы вносим в реестры кассы. То есть если бы они бы не лидировали, у нас бы не были бы выстроены хорошие отношения, ни мы бы, ни они бы не сделали бы ту революцию, которая была прописана в этом законе. А вы с кем знакомы, кстати, с Мишустиным или с Егоровым? Я, конечно, знаком и с Мишустиным, и с Егоровым. И потому что мы на заре начала 54 ФЗ, эта же вся идея была Мишустина про онлайн-кассы. И мы активно общались на всех форумах, выступлениях, поездках. Вас привлекало к разработке этой истории? Нас привлекали с точки зрения как одного из топовых, тяжело назвать партнерами, одного из топовых игроков, у кого достаточно большая доля рынка, рассказывать о продукте. Очень много приезжают западных фаивов, так называем, которые смотрели, как у нас это все запущено, и мы постоянно приезжаем и рассказываем всем. Вы сказали, вас привлекали на заре. То есть когда еще задумался он. На стадии идеи, правильно я понимаю, или я неправильно вас поняла? Неправильно поняли. Как закон только был принят, создана рабочая группа с момента лета, как раз июня 2016-го, а запуск должен был с 1 января 2017 года, должно было уже начать. Поэтому это полгода было очень активно. Было, я думаю, два десятка рабочих групп. Какие протоколы сделать, какие апии, какие должны быть инструкции. Там очень много после этого закона должно было быть сделано. Конечно, мы работали руководом, я думаю, 20 часов в сутки точно. А вы когда с Миша Устиной познакомились? Ну, вот как раз тогда, после. А вы, кстати, сейчас как-то, я знаю, что он привлекает очень много людей с рынка, для того, чтобы управлять страной, условно, условно, да, чтобы как-то советоваться. Вас привлекает? Я был вовлечен активно в рабочую группу, которая была создана с предпринимателями. После встречи с президентом, мне кажется, это было как раз, когда локдаун объявили 20... Мне кажется, 25 марта была встреча с Путиным в резиденции. Как раз оттуда пошла идея про то, что говорить, что Мишустин привлекает. Была создана рабочая группа с... Мне кажется, там предпринимателей 10-15 было. И у нас был создан чат. Чат? Чат, да. Да ладно. Где? В Телеграме? Ну, где-то был создан чат. Не буду никого рекламировать. Где было? Ну, практически все фаифы были, и мы в онлайне тогда обсуждали, какие меры нужны, что нужно делать, где какая обратная связь. Помогали делать опросы, делились статистикой. Мы тогда как раз стали барометром для многих фаифов. Выдавали каждую неделю, выдавали оперативную статистику, что где происходит. С того момента, как раз, вы правильно говорите, я тоже этот тренд вижу, и вижу много заседаний и протоколов. С этих заседаний, которые проходят, ну, я считаю, что правительство аппарат Мишустин делает очень правильно, да, что чего раньше не было. А как можно делать что-то новое, не советуясь, не вовлекая предпринимателя в эти истории, и, ну, это правильно. Я скорее с вами соглашусь. Ты иначе не построишь что-то хорошего. Нужно строить там открытую площадку, чтобы всегда обязательно вовлекать, и предприниматели давали свою оценку. Нужно это, не нужно сейчас, когда... Понятно, что там государство может делать это по-своему, но лучше, чтобы это делалось вместе с предпринимателями. Кто еще, кроме вас в этом чате, из предпринимателей? Галецкий, полагаю. Галецкий, Бакальчук. Я уже даже, вот, он как бы, он с тех пор, как локдаун закончился, жить перестал, пытаюсь вспомнить. Ну, десяток, десяток точно было. А нет, я уже вышел из этого чата. Вышли? Да, я уже вышел, поэтому я не посмотрю, кто там был. Ну, вот все, кто был вот на первой-первыхой встрече в Белом доме, как раз с предпринимателями было. А сейчас уже не функционирует эта история? Нет, он активно работал до конца лета, мне кажется. Жаль. Ну, может быть, какие-то другие форумы родятся. Расскажите, насколько важны связи в бизнесе? Я предлагаю начать прямо с детства. Вы же родились в обеспеченной семье. Ваши родители, кто были и что они вам дали с точки зрения вашего дальнейшего развития? Уйдем в детство или про связи? Ну, давайте про связи, потом начну с детства. Вот у вас сколько контактов в записной книжке? У меня очень много. Ну, посмотрите, откройте контакты и в самый низ отмотаете книжку. Опуститесь, там айфончик вам скажет, сколько у вас контактов. 673. Это мало. Но они не все здесь. Мне кажется, за 20 лет моей предпринимательской жизни, вот как думаете, сколько? Не знаю, тысяч 10. 24 778. Я просто исторически, я, может быть, конечно, фетишист был на эту тему. Раньше, помните, у меня еще и сохранилось в офисе приемный, я думаю, что папок 10, наверное, вот эти вот, куда визитчики вставлялись и перелистывать можно было. Килограммы периодически выкидывать. Не только у нас в стране, а вообще в мире история про контакты, она очень важная. Тяжело с нуля сделать там любой бизнес, имея только деньги. Потому что всегда нужно что-то ускорить, нужны какие-то скиллы, нужна какая-то помощь в разных вертикалях. Поэтому я активно эту историю с контактами поддерживаю. У меня даже есть такой клуб под названием «Мужской клуб». Он родился случайно почти 7 лет назад в чат. Пятерых друзей в WhatsApp родился под эгиду делиться контактами. Почему уж сколько? Вы же женонавистник? Нет, не женонавистник, потому что в основном, понятно, у меня большой круг общения и девушек-предпринимателей. Но я думаю, что если взять предпринимателей, мужчин, их процентов 70, мне кажется. Женщина-предприниматель хуже, чем мужчина-предприниматель? Лучше. Лучше. В разы. Можем отдельно про это поговорить. И сейчас клуб – это non-profit organization. Это не публичная история. В нем уже 150 человек. Женщин не принимаете по-прежнему? Женщин по-прежнему нет. У меня есть моя сестра. Какой вы немодный человек. У меня есть моя сестра. Она решила скопировать эту концепцию и сделать женский клуб. Сейчас она не придумывает ему концепцию и название. Я ее во всем этом поддержу. И в клубе за последние пять месяцев, вот мы собирали статистику с октября по 1 марта, 150 членов клуба поделилось 300 контактами. То есть идет, каждый может написать, а я там еще выход на этого человека, или мне нужен какой-нибудь врач-хирург-специалист. Я думаю, что максимум 10 минут, и кто-то из 150 человек обязательно пришлет контакт. Не было практически ни разу, чтобы контакт в нашей стране, и не только в нашей стране, был найден. Поэтому история с контактами очень важна. Вы сделали маленький фейсбук. А потому что ты же… У нас же у каждого есть потребность что-то или кого-то найти. Но не все мы можем в паблике написать об этом. Поэтому, да, это маленькая закрытая социальная сеть. Мы растем, этот человек, на 20-30 в год, последние пару лет. И мне уже там многие пишут, а вот знаем, что у тебя есть, включи. У меня есть целый набор требований, по которым я собираю. Первое – это категория предпринимателей, фаундеры, инвесторы, акционеры. Именно четыре категории, потому что разные есть. Второе – это SEO топ-1000 или это топ-1 из как раз топ-1000 компаний. И обязательно я должен знать этого человека. Не просто какое-то шапочное знакомство, потому что я гарант за каждого, кого я туда включаю. И выросла уже куча подклубов у нас в Телеграме как раз. Мигрируем, все давно хотят из WhatsApp перейти в Телеграм. Я жутко не люблю Телеграм, но там 10%, наверное. Все равно общение есть там. Возвращаясь про Будапешт, я родился в 79-м году, 41 год уже. Возвращался недавно туда, два года назад, с мамой на несколько дней. Папа был 70 лет, и мы снимали фильм по историческим местам. Поэтому я люблю свой фильм. А у вас там родители живут? Нет, родители живут здесь уже давно. Просто снимали по историческим местам. Так я там родился, долго прожили. Небольшое памятное кино, папе на 70 лет. Родители туда переехали. Папа у меня работал во Внешторг-Издаде. Ему предложили тогда возглавить Внешторг-Издад в Венгрии. Это был, мне кажется, как раз первая командировка была, 78-й год, наверное. Ну и как раз вот я в 79-м там родился. Было несколько командировок. Тогда отправляли, по-моему, на 4-5 лет. Было, по-моему, две как раз командировки. И где-то там после 85-го, 86-го как раз уже вернулись в Россию. В 89-м году папа работал в Внешторг-Издаде. И в 89-м году на него вышли американцы из BBDO-маркетинга. И предложили создать BBDO России. И в 89-м году пойти на такую авантюру. Создать первое рекламное агентство. Какая-то реклама по телевизору. Но это был как бы подвиг согласиться пойти в эту историю. И первая у них реклама была. Это адаптированный ролик. Девушка по пляжу бежит с большой коробкой в Ригель-Сперминта. Если помните. Помню. Это вот был первый рекламный ролик по телевизору, который тогда сделала как раз BBDO. И папа до 2003 года руководил BBDO. А потом принял решение, что хватит уже быть в операционной деятельности. Можно и отдать время семье. И начать инвестировать. И мы с ним с 2003 года не только как отец и сын. Но и партнеры во многих проектах. То есть вы просто управляете семейным состоянием? Я управляю. Нет, я создаю. Я создаю, чтобы потом было чем управлять. Будапешт был большой кусок жизни. Еще и в садик там ходил. И много друзей оттуда, с которыми до сих пор общаюсь и я, и родители. Тогда это был йогурт в магазинах у тебя есть, а ты приезжаешь сюда, а его нет. Это был вообще как-то прицел сбивался. Мы как дети не могли понять. У меня было два вызова уехать жить за границу. Потом, вот уже в сознательном возрасте, это было, я вам скажу, было два подхода. Это был 2008 год и 2014. Там обсуждали, может быть, это Англия, может быть, это Европа или Америка с женой. Слава богу, что мы на этот шаг не пошли. То есть, первый раз это кризис, второй раз это Крым? Все это было в кризисе. Это было когда, 2008-2014 было, все это было в кризисе. Ну, понятно, что, наверное, было сложно, особенно в 2008 году, понять, что будет дальше. Но отталкиваться от того, что надо образование, хотелось дать образование детям там. Бизнес все равно весь здесь. А вот эта вот история папы выходного дня, она, и слава богу, что она остановила нас тогда. А, в смысле, речь была о том, чтобы ваша жена с детьми уехала, а вы остались? Ну, да, да. И будем приезжать, буду приезжать на выходные. Слава богу, что тогда такой шаг не сделали. Но, может быть, можно было переехать. Переехать, наверное, можно было бы при одном условии, если делать там бизнес. А вот история, когда у тебя бизнес здесь, а ты там, я в эти истории не верю. Поэтому, если делаете какой-то бизнес, то делайте его здесь. То же самое, что я практически не инвестирую сейчас уже в западные проекты какие-то. Ну, мы здесь, а не там. И у тебя нету связи, тактильной связи с фаундером. Да, и я вот не люблю давать деньги, не понимая, кому, да, и во что. Во что понятно, что можно там, можно разобраться всегда. Поэтому это очень сложно. И, слава богу, что мы-то это не сделали, я считаю, что у нас за последние 10 лет колоссальнейшие изменения произошли не только в столице, но и вообще в стране. И сейчас идет обратный тренд. У меня очень много друзей, кто переезжал жить в долину, в Англию и в Европу, возвращаются жить сюда. Возвращаясь к связям. Кто самый высокопоставленный человек, можно без фамилии, а просто по категории, кому вы можете позвонить? Ну, мы с вами уже говорили. Данил Савченко, я точно могу позвонить. Окей. Он есть в вашем чате, кстати? Нет, нет, конечно. Я считаю, что высокопоставленное-то хорошо, но самое хорошее надо смотреть, оценивать из предпринимателей, из инвесторов. Я благодарен жизни, что в 2006 году судьба меня свела с Юрой Миллером. И вот ему я точно могу позвонить в любое время дня и ночи и спросить совета. И благодарен ему, что мы тогда были 4 года, сидели в борде и очень много идей, которых он тогда рассказывал, молодежь, скажем, оттопил. Мы не все тогда смогли реализовать, но спустя 5 лет многие вещи были сделаны. Когда последний раз вы с ним советовались и о чем? У нас был онлайн завтрак. У меня завтрак, у него ужин. Разговаривали, наверное, часа 2. Это было как раз, мне кажется, май или июнь, как раз когда была пандемия. И мы обсуждали один вопрос. Это что будет происходить с точки зрения урбанизации городов? Как интересно. Ну, потому что вокруг этого много бы историй может быть построено в ближайшие 10 лет. А это секрет? Вы можете поделиться какими-то идеями или инсайтами? Нет, а идеи просто хотели разобраться, как мы с вами, как жители этой планеты, где мы будем в ближайшие годы все-таки жить в мегаполисах, или мы уедем в деревню к бабушке. Потому что от этого тогда бы начало бы все как бы сдвигаться весь бизнесовый ландшафт, и под это нужно как бы много историй делать. Потому что, ну, в основном, если взять любую страну, там, что Америку, что Китай, что Россия, если взять карту, к примеру, Америки, основные склады как раз ровно где социально-экономическая часть населения и самые большие проживают. То же самое в Китае. Все в основном, там, я карту смотрел, сосредоточен, где живет часть населения. У нас то же самое. Это не произошло с точки зрения делобланизации, потому что, если бы компании реально бы объявили бы, что в тот момент, да и даже сейчас, что это навсегда удаленка, то люди бы могли бы иметь возможность отказаться от своей недвижимости в городе, в котором он живет, продать, отказаться от аренды, и приехать куда-то там в радиус 100-150 километров, где можно было бы что-то купить. Но пока, к сожалению, захотел бы я в Тверь переехать, но не факт, что там есть такое количество недвижимости у людей. Должно создаваться. В ближайшие, я думаю, что 3-5 лет как раз это и произойдет, да, что будут в маленькие города очень сильно вырастут с точки зрения населения, потому что, ну, тебе не обязательно жить в мегаполисе, там, в Москве или в Санкт-Петербурге. То есть вы пришли к мнению, что будет движение людей в маленькие города? Будет движение людей в маленькие города, но города пока не готовы, и этот тренд там на 3-5 лет. Я смотрел презентацию правительства по плану градостроительного на 10 лет, по развитию инфраструктуры в стране. Ну, там впечатляющие планы. И как раз все построено вокруг города-сателлиты, моногородов. И развитие как раз сдвигает туда, как бы, от столицы в регион. Вы в метро давно спускались? Давно. А карту метро давно смотрели? Посмотрите. У меня вокруг дома строится. Я знаю. Посмотрите карту метро, вы ее не узнаете. То, что было там 10 лет назад. Вот я видел сравнение карты метро 10 лет назад и сейчас. Какую построили, ну, суперинфраструктуру. Я, правда, уже не разбираюсь. Раньше было все просто. Я там иногда спускаюсь, чтобы добраться куда-то быстро. Ну, я вот в новой системе указателей разобраться не могу. А вы не боитесь? А чего бояться-то? А вы привелись? Я привелся, я думаю, что один из первых. Я даже не думал. А когда у вас появилась возможность? Ну, а когда там это все было? В декабре, по-моему, было. В декабре открыли первым, да. Медицинским работником. В декабре было или январь было. До Нового года, по-моему, было. И поехал, привелся. И я считаю, это очень правильно. Я даже вчера об этом решил поддержать всех, написать в Фейсбуке, что пока у нас не будет иммунитета, я это декларирую историю, как, ну, если мы предприниматели, мы, в первую очередь, мы должны показывать тренды, потому что если мы иммунитет не всех не выработать, да, у 70%, у нас так и будет в стране такая чехарда. Хотя у нас ничего особо нету, но мы можем как бы в любой момент вернуться к тому, что есть в Европе, поэтому мне точно не хочется жить в такой стране, где летают пакеты мусорные по улице и закрыты все рестораны, кафе и весь ритейл. А своих сотрудников как-то стимулируете прививаться? Нет, я не стимулирую, я только своим опытом, на своем примере только могу показать, что я это сделал, я всем это тогда сказал. Ну, и сейчас начали идти, вот только спустя сколько уже у нас? Четыре месяца как прививают, да? Четыре месяца. С декабря, да. Да, вот сейчас только народ начал об этом задумываться и пошел. Я точно два раза за это время переболел, сто процентов, потому что я каждые две недели сдаю, смотрю, что с антителами. По показателям видно, сейчас уже делают тесты антитела от переболела, антитела от прививки, я точно два раза болел на ногах. Ничего себе. По показателям. То есть все работает сто процентов. Вы все-таки больше предприниматель или инвестор? Вы вот себя куда относите? Я себя отношу к предпринимателям. Инвестор, инвестор это вторая сторона моей души. Которую вы не любите? Да, я лучше люблю быть предпринимателем и вкладывать собственные деньги в собственные проекты. У меня никогда не было никаких кредитов, ничего, поэтому только все на собственные деньги. Серьезно? Да. Никогда кредитов не брали? И даже ипотеку не брали? Кстати, да, в 2008 году у меня была ипотека на один месяц. Видите как, поймались. На один месяц. Не буду называть этот банк. Точно. Вот это вот вы меня поймали, да. Это правда. Почему вы так не любите давать деньги? Вы говорили в одном из интервью, что вы не любите давать. Вам некомфортно давать деньги как инвестору. Я, знаете, в какой-то момент понял, что... Я очень люблю предпринимателей и предпринимательство. В какой-то момент я понял, что новое поколение фаундеров, которые делают стартапы... Я не могу по душе просто дать деньги, забыть и смотреть раз в квартал или раз в год, посмотреть, что там происходит. Хочется отдавать себя проекту. А с другой стороны, фаундеры берут тебя в ощущениях, что ты им поможешь сделать бизнес. И начинают из тебя все соки и кровь вытаскивать. В этом нет ничего плохого. Просто тут на старте есть как бы завышенные ожидания, получается, что они ожидают от тебя, что ты будешь помогать во всем. А некоторые даже говорят, помогите и людей найти. Ну, таким точно денег как бы давать не стоит. Если фаундер второй, самый важный в проекте, это люди, если он это не может сделать, точно никакой бизнес не построит. Но при этом, слушайте, я продолжаю инвестировать, но в более сильных фаундеров с каким-то уже бэкграундом, чем исключительно молодежь. Но при этом и поддерживаю, и молодежь. Вот недавно в Сколково на стартап-дне выступала девочка с проектом. Ей 18 лет. Я на следующий день сказал найти ее контакт, что хочу с ней встретиться. Она поднимала раунд 18 миллионов рублей и уже к тому дню нашла пятерых инвесторов за сутки. Вы дали деньги? Я ей дал коммитмент, что я готов. Вот я сейчас вспомнил, что она за последующие три недели не вернулась. Вот сейчас выйду, обязательно позвоню. Ну, наверное, много желающих было дать денег. Наверное. Значит, не судьба. Может быть, я через пару лет буду рвать на себе волосы, что это станет единорогом. И я тогда не проинвестировал. Какая ваша любимая инвестиция? Сачков? Ой, слушайте, у меня много любимых инвестиций. Если взять сейчас, то Сачков. Если взять, к примеру, 5 лет назад, то это был Delivery Club. Суперской командой, которая часть стала предпринимателем. А вы разве инвестировали в Delivery Club? Да, я был одним из первых инвесторов в Delivery Club через фонд Adventure. Потому что я LP Adventure 3, 4 и 5, и я помог, когда был еще жив Сереже Карпов, ребятам сделать, прийти из инвестбанкинга, прийти в фондовую деятельность в 2008 или 2010 году. И тогда как раз образовалась линейка фондов Adventure 1, 2, потом уже появился 3, 4 и 5. Тогда это было основано Сережей Карповым и Пашей Терентьевым. Сережа умер 6 лет назад. И мы до сих пор поддерживаем Сережа на начинание как инвестора. Мы сделали премию, премию Карпову каждый год вместе с его родителями и с друзьями, собираем деньги. Есть 3 номинации, проходит это, мне кажется, перед Новым годом. Мы делаем, зовем Сережных родителей, друзей всех, скидываем снегами, собираем 10, 20, 30 стартапов. И в течение нескольких часов их питчем и трем победителям даем деньги из фонда Сережи Карповым. Вот уже на 6 лет подряд. И будем эту историю поддерживать, потому что Сережа был как раз одним из моих партнеров, который начинал в нашей стране историю с фондовой деятельностью. Я думаю, что он в топ-5 человек сейчас бы входил. Венчурных фондов. Да, венчурных фондов. Сейчас, да, сейчас Илья Сачков, потому что мне очень нравится история с сайбер-секьюрити. Последний год они, это вообще актуально, да, с переходом на удаленку для всех компаний. И они каждый год в разы увеличиваются. Сейчас в компании уже больше 600 человек. Год назад, мне кажется, было человек 300. Я думаю, что если бы сейчас можно было бы вот так вот взять еще человек 300 айтишников, то точно бы легко взяли бы хоть завтра. Я думаю, что они будут активно-активно развиваться. Сейчас уже больше половины выручки. Нам удалось развернуть компанию от сервисов к продуктам. И удалось развернуть компанию в сторону международки. И сейчас уже половина выручки. Это международный бизнес, два больших офиса в Сингапуре и в Амстердаме. И еще небольшие мини-офисы, по-моему, в 19 странах мира. И активно будем там набирать людей. И как оказалось, продукт сайбер-секьюрити там продавать в разы проще. Если у нас воронка в среднем продаж от 18 месяцев, то там воронка продаж составляет 4 месяца. Ну, все компании, все западные, понимают, что это такое, как с этим работать. И очень хорошо все это продается. Как вы думаете, сколько сейчас стоит компания с очковой? Абигрупп? Ну, я думаю, что 300 плюс точно. Миллионов долларов США. Важное уточнение. Да, я думаю, что есть все шансы за ближайшие 4 года точно сделать единорогой. А у вас там доля какая? По-моему, 20%. Видите, даже долю не помню. Плюс-минус. Группы АБИ нету ни одного практически госконтракта. А вот как мы знаем, да, у нас 80% экономики в нашей стране, это все вокруг госконтрактов. Они туда в этот сектор специально не идут. Слава богу, что они пошли. Благодаря этому удалось развернуть компанию в мир и продавать западным клиентам. Мне кажется, госконтракт там позитив технологии соотслуживает. Это один из конкурентов на российском рынке. По-разному можно оценивать. Я сказал 300 плюс. Позитив, по-моему, недавно была новость, готовятся к IPO. Готовятся они, да? Они считают, что они миллиард стоят. Да, они стоят миллиард. Я сейчас в цифрах не вспомню. Если так, конечно, считать, то мы стоим дороже. Но посмотрим. Если они сделают IPO, я думаю, что точно группа АБИ после этого тоже туда пойдет. Вопрос. Для чего тебе нужно IPO? У каждого же по-разному делается. Вот для чего они IPO делают? IPO – это инструмент ликвидности. Это единственное, что, как бы, вопрос, когда у тебя есть набор партнеров, которые хотят кто-то выйти, да, чтобы бумага была ликвидной, тебе либо это куда-то на сторону продавать кому-то, а либо это сделать как бы паблик компанию. Потому что IPO – это, ну, дорогая игрушка. Я думаю, что ты в среднем компании российские на поддержание публичности тратят от 5 до 15 миллионов долларов в год. Ну, потому что у тебя там независимые члены совета директоров, каждому там минимум от 150 до 250 тысяч долларов. У тебя там 5-6 раз в году нужно там, в зависимости, какая у тебя локация, юрисдикция, Кипер, Мастердам и всех вывести. У тебя сразу аудитовская отчетность, если раньше она стоила 200-300 долларов, то для публичной компании она сразу становится там миллион плюс. На IPO меньше чем 150-200 миллионов долларов выручки в год, смысла туда идти никакого нету, потому что оценки меньше миллиарда. Можно сделать IPO и на 500 миллионов, но какой смысл, если надо делать миллиард плюс. Тут не только зачем, есть несколько категорий. Те, кто инвестирует в акции публичной компании, есть много институциональных фондов. Разные институциональные фонды инвестируют в разные категории акций, зависимо от какой капитализации компании. Там 10 миллиардов плюс, там, к примеру, 100 миллиардов плюс, там, 10 миллиардов плюс и свыше миллиарда. Есть фонды, у которых запреты, да, на инвестирование в компанию, там, 10 минус, к примеру, или, там, миллиард минус. Поэтому, как только ты начнешь падать меньше миллиарда, у многих просто сработает, у фондов сработает история, что надо продавать, выходить из бумаги. Почему важно быть единорогом сейчас? Андрей Романенко отвечает на вопрос. Ну, да, это одна из таких вещей. То есть, чем меньше ты стоишь, тем меньше фондов у тебя могут просто есть разрешение у них на то, чтобы в тебя инвестировать. А у вас есть миллиард? Ваши активы стоят миллиард? Я никогда не считал. Нет, наверное. Ну, приходите к нам, мы посчитаем. Мы посчитаем. Посчитайте? Я вам подарю старый, знаете, я всегда говорю, у нас наши конкуренты, у Эватора, это старый добрый калькулятор, счеты, такие ломбардные, Excel и ломбардная книга. Ну, Эватор сколько стоит? А что далеко ходить-то? Мы перед новым годом закрыли сделку. Для меня это история Эватора 2.0 под названием, когда Сбербанк из 40% увеличил свой пакет до 69%, выкупил компанию АТОЛ почти с оценкой в 100 миллионов долларов. Из оценки в 100 миллионов долларов был выкуплен пакет у АТОЛ. Это открытая информация. Немного получается, да? Я думаю, что, да, немного. Я думаю, что если бы не пандемия, у нас оценка была бы точно X2, потому что там часть показателей, там, пандемия с апреля по сентябрь, часть показателей, конечно, тот год закрылся не так, как хотели. Сейчас все очень прекрасно, мы растем в разы. Я для себя, понятно, что мне хотелось за 4 года сделать единорога, но, к сожалению, это неправда и обманывать самого себя не нужно. Потому что если посмотреть на статистику мировую, в целом уходит для того, чтобы создать единорога. Не берем там истории, которые иногда выстреливают. Уходит 10 лет. Соответственно, у меня коммитмент со Сбербанком на следующие 4 с половиной года. Я надеюсь, что за это время нам удастся сделать еще одного российского единорога. Один у вас уже был. Да. И я точно хочу это в жизни. Раз в 10 лет можно делать по единорогу. Ну, значит, еще можно как минимум 3 точно сделать в своей жизни. Какой будет следующий? Уже придумали? Нет, я еще не думал. Зачем не думать? У меня есть чем заниматься, чтобы думать. Нужно освободиться от этого. Видимо, в области урбанистики, судя по разговорам с Миллером. Ну, может быть. Про киви. Есть такая птичка. Есть много вопросов. Но не в московском зоопарке. Мы ее не смогли тогда привезти. Нет? Вернее, смогли. У меня была безумная идея. Я захотел, чтобы в московском зоопарке была птичка киви. Господи. Я даже сумел организовать письмо от российского МИДа главному по птичкам в мире по киви. Мне казалось, что все они в Новой Зеландии. Да. Так и есть, что они все там. А главный орнитолог находится в Нью-Йорке. Он мне позвонил. Он настолько удивился, что позвонил. Да. И говорит, слушайте, а вы можете объяснить, а зачем она вам? Я говорю, ну, у нас зоопарк есть. Там есть клетки, там есть таблички. Кто-то там спонсирует этого, кто-то датирует этого, кто-то кормит помощь от этого. Он говорит, она днем спит. Ее можно видеть, ее можно посмотреть только ночью. Ночью в зоопарк никто не ходит. Я говорю, да? Я говорю, тогда нам птичка не нужна. И потом где-то в какой-то момент в новостях проходит, мне сотрудники звонят и говорят, в Сочи нашли киви птичку. Я говорю, срочно, у нас был офис в Сочи. Я говорю, срочно дуйте в этот парк, ищите птичку. Птичку, конечно, не нашли. Нашли какую-то другую птичку, там кто-то из жителей. Пиар был вокруг этой птички в Сочи, прям суперский. Вот так вот. Но на самом деле это как бы то ли это птица, то ли это фрукт. Но это просто платежная система. Правда ли говорят, что основной бизнес киви состоял в обнале? Это вам кто такое сказал? Компания всю жизнь занималась процессингом, имела банковскую лицензию и точно ничем таким никогда не занималась. Есть такой человек, Денис Душнов. Давал много интервью. Вы его знаете? Денис Душнов был одним из дилеров, которых было несколько тысяч. Вы знаете его? Знаем, он один из дилеров. Вы читали в интервью? Ой, слушайте, я столько много всего читаю. Наверное, когда-то читал, уже забыл. Можете мне напомнить? В интервью Еве Меркачевой. Знаете Еве Меркачев, да? Член ОНК и корреспондент ОНК. Рассказывал. Один из создателей киви. И там 10-летней давности какая-то, да? Андрей Романенко. Дружил с обоими генералами. Помните генералов, которых за Мелиза обнал? Жена Сугробова. Работала Романенко в Киве. А когда погиб Колесников, Романенко пришел на похороны. Прощался, как прощается с самыми близкими. Врет? Вы хотели понять, что именно это? Нет, никакого вранья там нет. Все правда. То есть вы дружили с генералами? Вы там дальше хотите что-то прочитать, но там же написано, что был, общался. То есть это ни для кого не тайна на тот момент. Хорошо. Но это никак не связано с обналом. Вы знаете, чем занимался Душнас? У него было несколько терминалов. Я же говорю, я его знаю, он был одним из наших дилеров, которых на тот момент было тысячи или полторы. Чем занимались дилеры, это их полностью выбор. Что они там делали, как, нас это точно не интересовали. Это также можно задать любой вопрос любому банкиру. А это вы, когда у вас клиент пришел, открыл счет и чем-то там занимается. Не так ли? Ровно то же самое. Поэтому чем там занимаются клиенты, да, слушайте, нам было вообще совершенно все равно. И никакой связи там, то, что вы сейчас пытаетесь привести какую-то связь, ее точно не было никогда. Такое может быть, чтобы владелец нескольких терминалов торговал залом, а компания, которая имеет листинг в Нью-Йорке, об этом не знала. Смотрите, давайте сейчас в магазин напротив зайдем. Это мерчант белый или серый? Как мы это можем, грань с вами провести? Ой, легко, мне кажется. Вот если нет, то они не покупают. Там стоит фейс-рекогнишн в виде мариванны, которая знает, что мы с вами не зналого инспекции, и можно продать мимо кассы. Деньги эти положить в карман, потом поехать на них что-то купить, обратно привезти, и разницу маржу получить себе как прибыль, положить это в карман. А это еще и мерчант, который публичной компанией Озон. Вот вы думаете, Озону интересно, как финансовые партнеры ведут свой бизнес? Да нет, конечно. Слушайте, их там 100 тысяч мерчантов, что они там дальше делают, из чего они производят продукты, это понять невозможно. А ваш уход в Скиве не связан с обысками, которые начались... Помните, в 2015 году часто появлялись новости, что в Киеве обыске, там ФСБ что-то пришло. Помню, даже мы как писали заметку на эту тему. Слушайте, абсолютно нет. И вы примерно в это же время начали продавать. Нет, слушайте, у меня была абсолютно четная, выстроенная стратегия. Отцам-основателям продать компанию в момент IPO в один день, ну, никогда нельзя. Ну, это невозможно просто, иначе у тебя стоимость акций не будет. Ты должен делать это плавно. Поэтому в 2012 году, сейчас IPO было в 13 мае, в 2012 году, когда мы приняли решение летом, что мы идем на IPO, для меня был достаточно непростой вызов. Потому что к нам в 2010 году вошли японская корпорация Митсуи, и к моменту IPO, и у нас был коммитмент, что мы за три года сделаем IPO. В момент IPO было у нас 11 физиков, Мэйл, как корпорация, и Митсуи. Ну, это вообще уникальный, как бы, кейс, что за 10 лет компания сделала единорога, и прошла весь путь, что пишут и преподают там, в Стэнфорде или в Гарварде. Когда мы в 2012 году решили, что мы готовимся к IPO, и хотим его в мае 2013 года сделать, для меня стоял выбор. Хочу я стать отраслевиком на всю оставшуюся, как бы, свою жизнь и быть в этой компании, либо надо как-то идти дальше развиваться. Потому что для меня это было уже… Я начал заниматься, по сути, в 98-м году с продажей скетч-карты, бизнес продажи скетч-карты, сконвертировался в Киви. И я четко, как бы, выбрал стратегию, что я буду выходить. Мы тогда договорились с Сергеем Савониным, в том, что я, как бы, честно, последние 10 лет отработал за всех. Не было таких историй, что какие-то кто-то зарплаты получает, еще что-то. Я говорю, вот я, как бы, после IPO, я буду, как бы, я в борде посижу, но я буду четко, плавно продавать, чтобы акции не падали. И я четко с 2013 года до конца, мне кажется, 2015 или 2016 года продавал и из борда вышел, мне кажется, в 2016 году. В 2017 или 2016 вы закончили продавать? В конце 2016, мне кажется, я из борда уже вышел, потому что, ну, а что, слушай, акции продали. Еще последние доли вы продавали, когда Киви уже по 4 миллиарда стоило. Это было знаковое событие. Январь 2014 года один из партнеров приехал и говорит, надо срочно поднять СПО. Это когда уже IPO прошло, есть такая история СПО, инвестбанки, когда ты продаешь большой пакет, ты не на биржу выкидываешь класс B, а ты продаешь класс B, но под это специально собирают отдельное, делают роуд-шоу, быстренько, оперативно собирают отдельный пол инвесторов. Мы сидели, ну, наверное, несколько дней подряд, с утра до ночи, и обсуждали, сейчас продать или нет. Он говорит, это было 96 годовых прибылей. Он говорит, мы столько, мы столько не живем, давай выходить. Ну и вот, мне кажется, день на третий мы приняли решение, договорились с инвестбанками, они нам собрали СПО, и мы тогда большой пакет продали, когда была цена 3,6 миллиарда. Вы лично сколько заработали до этого? Я даже не помню. Ну, вы мне... Мне интересно, вы миллиардер или нет? Вы мне напоминаете, я не хочу считать это. Мы Форс, наша работа. Ну, посчитайте. Обсчитать. Я вам, да, на Новый год калькулятор точно подарю, чтобы вы считали. У меня вот есть золотой терминал, мне на день рождения подарили на 30 лет, то есть это было 11 лет назад. Он отклеенный пленкой золотой терминал. Я вот вам калькулятор сделаю в стиле Форбса обязательно, чтобы вы им пользовались. И почаще, да, читали, что там в интернете кто-то пишет. Вот, кстати, Голдман Сакс предупреждал в 2014 году инвесторов о том, что Киви фактически не производит подтверждение личности пользователя при идентификации во время перевода средств. Помните такую историю? Честно, нет. Но эта брешь, она по большому счету и позволяет торговать налом, да? Я думаю, это было тогда история с кошельками. Но на тот момент уже существовал закон и никакой идентификации. Тогда это не нужно было идентификации. Появилось гораздо позже. Там есть несколько видов идентификации, которые ты можешь, если у тебя кошелек, если память не изменяет, до 15 тысяч рублей с переводами до 20 тысяч в месяц идентификация не нужна. Дальше ты можешь прийти в любой пункт идентификации с паспортом, и тебе открывают по правилам ЦБ электронный кошелек до 600 тысяч, по-моему, оборот. Но я эти уже правила не помню. Что-то предупреждали, рассказывали. Может, не разобрались в этом вопросе и что-то написали. У нас же часто так бывает. Что-то где-то услышат, сразу напишут, не разобравшись в ситуации. Давайте еще обсудим последний пункт из этой программы и перейдем к другому. Давайте. Есть такой журналист, Кирилл Руков. Он в свое время описывал, как работала Киви с точки зрения обнальных схем. Он описывал две схемы. Первая выглядит следующим образом. Человек, заинтересованный в получении черной наличности, связывается с терминальщиком и оплачивает ему несуществующие услуги по безналу. В обратную сторону отдаются наличные, которые владелец вытащил из терминала в течение дня, произведя им касацию. Ну, тут все понятно, да? Самое главное для терминальщика погасить задолженность перед платежной системой, чтобы автомат снова включился и смог принимать платежи. Для этого полученная от заказчика обнала сумма спускается через каскад разных банковских счетов на тот же самый транзитный счет в Киеве-банке. Похоже на правду? Наверное. Я уже вот как... От какого времени эта статья, ну, примерно, слушайте, деньги, выручку сдал, куда-то ее делал, получил безнал. В начале интервью уже начали разговор с того, что как хорошо, что за последние пять лет Центробанк вел политику. И в нашей стране стало в разы больше белого прозрачного бизнеса. Потому что, когда два магазина будут белые, только тогда может быть нормальная конкуренция. То, что на тот момент банки какие-то и предприниматели этим занимались, ну да, наверное, это было. Мастер-банк занимался. Ну да. С чего все началось? Мастер-банк грохнули? А, ну, кстати, да. Вот можно отсечку от этого перила, наверное, взять. Когда вот как раз, я не помню, когда Набиулина пришла. Ну, потому что, а кто? То есть, если этот процесс был бы не возглавить, никто бы этого не сделал. Потому что, слушайте, первый, кто всегда это видел и знал, это банки. Ну, невозможно это там, что скрывать, банки это всегда видели. Да. Видело ли это ФНС? Тогда нет. А сейчас да. Да, потому что за последние года была построена налог 3, где все в онлайне видно по НДСу. Ну, как бы, слушайте, принцип сообщающих сосудов. Как только закрутили гайки, все более-менее обелились. Кто самый лучший предприниматель, на ваш взгляд? В России? Я бы в разные категории взял бы. Я, во-первых, снимаю шляпу перед Юрой Миллером. Я уже сказал, что горжусь знакомством. Я считаю, что он сделал невозможное, когда From Russia везуав приехать в Силиконовую долину и стать одним из топовых инвесторов в мире. Если бы я сейчас туда принял бы решение туда переехать, мне кажется, что у меня ушло бы, наверное, я бы начал бы жизнь с чистого листа и отбросился бы назад лет на 5 или 10 для того, чтобы там стать своим. А у него это удалось. Второе, это его место на российском рынке, я считаю, что занял Леня Богуславский, давно дружу с Леонидом и считаю его одним из лучших инвесторов. Третье, Саша Галецкий, вот, наверное, топ-3 человека с точки зрения инвестора как предпринимателя. Если взять просто предпринимателей, а не инвесторов с российского рынка, из топовых компаний, ну, я восхищаюсь семьей Бакальчуков, то, что они сделали с Валдбересом, стратегию там я до конца их не знаю, но вижу, что они как бы начали экспансию в Европу, идут в Финтех, покупают банк, то есть делают правильные очень шаги, развивают значит, томаты и ПВЗ, сейчас будет, ну, большая такая драка будет на этом рынке между там Валдбересом, Гудсом, Озоном и всеми, Гудс маленький, мне кажется. Ну, слушайте, сейчас маленький, все равно у нас, понятно, что в Америке Амазон занимает, мне кажется, 40% доли, 35 или 40% у него доли, это как бы очень много для Ecom, это такой фундамент как в Америке, у нас, я думаю, такого не будет, у нас будет, когда ты становишься, когда у тебя доля больше, чем 25% на рынке, достаточно тяжело, ее держать по сравнению с конкурентами, приходится как бы много денег тратить. Бакальчаки, также в этом сегменте Миш Кучмен. Наш вчерашний герой рассказывал, как он с ним пил спирт-рояль в студенческом общежитии в молодости. Я не знаю, кто у вас был вчера гость. У нас вчера был Андрей Кривенко. Андрей Кривенко тоже добавил вкус вил в этот список. Я не знал, кстати, этой истории от Миши, что они с Кривенко с одного общежития, значит, он тоже с Бауманки. Я спирт-рояль в детстве тоже пил, Только я пил, знаете, с глюкозной. Вам зачем? Вы же из богатой семьи, мальчик. У вас было все возможно. Что такое богатая советская семья? У вас какое-то представление о советской грошке? Нет, это же в советское время, это же в 90-е уже были, когда спирт-рояль пили. Это был 90-е. Да, это был, мне было тогда, мне кажется, лет 16, наверное. А, то есть это просто не потому, что денег нет, а потому, что все. Да нет, слушайте, у меня все, все мальчики когда-то начинали что-то пробовать, но тогда ничего другого, мне кажется, и не было. Тогда была водка на метро Полежаевское в йогурте, в стакане и спирт-рояль. Вот это в те годы все, что было. По поводу обеспеченной семья, слушайте, ну, в советское время все, кто за грамм командировки ездили, это все были сразу в 90-е. А, в 90-е? 90-е же мимо вас прошли, получается, ну, у вас папа возглавлял крупную компанию. Я голубые талоны точно помню. Мы все через это прошли, да, слушайте, для папы был, ну, вы представляете, 89-й год, у тебя двое детей, жена, тебе нужно принять решение уйти с работы, где есть постоянная зарплата, ну, я думаю, она тогда там хорошая точно была во внешток издате, и уйти с какими-то американцами, какой-то рекламный бизнес. Ну, в то время, да, это странно. 89-й год. Ну, то есть, папа, в роду предпринимательство. да, слушайте, папа, папа молодец, что-то решился тогда на такой шаг в то время. Это, кстати, правда. И рекламы не было никакой. Мало бы кто решился, это действительно очень рискованно. сколько людей в рекламной индустрии, ко мне многие подходят, говорят, мы знаем твоего папу, мы у папы начинали, папа брал туда студентов пачками, там, 20-25 лет, сейчас многие из них акционеры, директора компаний на медийном рынке. А вы тоже там работали? К сожалению. А может быть и к счастью. Нет. Не взял? Потому что я не пошел по стопам, нет, я проходил практику, почему я вспомнил, что вот здесь вот офис был на полянке, я точно приезжал, смотрел, как папа его тогда в те годы ремонтирует, это было, мне кажется, 2000-й, 95-й, 2000-й, если 89-й. Я практику проходил, мне кажется, одно лето, у меня было две практики, одно было в ББДО, одно лето, и одно лето было в экспоцентре. Вот, я все лето ездил в костюме, что-то делал там, я уже не помню, чем занимался, но точно бэкграунд какой-то оттуда вынес. Как вы думаете, какими нужно обладать качествами, чтобы быть предпринимателем в России? Мне кажется, самое главное качество это не бояться ничего, да, потому что страх, он часто останавливает тебя в принятии каких-то суперидей, которые не факт, что выстрелят, но могут стоить много денег, поэтому надо ничего не бояться и идти только вперед. А есть какие-то отрицательные качества, которыми должен обладать предприниматель? Деньги любить, потому что их надо считать. Есть что-то, чему бы вы хотели научиться? Играть на гитаре. Неожиданно. Я начинал в школе, почему-то у меня тогда не получилось, но я считаю, что у меня есть несколько друзей, которые играют на гитаре, и это прям, я люблю быть душой компании, с гитарой это будет прям вообще супер просто, все старые песни, но что-то как-то времени не хватает. А у вас есть музыкальный слух? Слух нет, но придется приобрести его, что делать? С опытом, конечно, и с практикой. Я так и думал, что вы скажете, ну, слушайте, есть какой-то слух, но не сильно музыкальный, может быть, я тогда был бы каким-нибудь известным музыкантом. Слон, конечно, не наступал, но более-менее, ну, вот на гитаре точно хочу научиться играть. Без слуха, понятно. А Дуров крутой предприниматель, как вы думаете? Он умничка в том, что когда закончил свою историю с ВКонтакте, придумал такую историю, как телеграмм с мессенджером. Я считаю, что он очень смелый, когда пошел на шаг сделать собственную криптовалюту, которую в итоге не получилось сделать. Сейчас они на той неделе подняли займов на миллиард для того, чтобы телеграмму в следующие 3-5 лет развиваться, потому что телеграмму, как мы знаем, тратит под 200 миллионов долларов в год, и без этих денег они бы развиваться не смогли. А вы бы дали ему денег, если бы он вас попросил? Я ему давал. Вы ему давали уже, а второй раз? Ну, знаете, я не люблю в одну и ту же реку два раза входить, потому что для меня они вернули на 27, по-моему, процентов, всем практически меньше, либо предложили, там было два варианта, вернули, по сути, на 27 процентов меньше, но я считаю, на их месте было бы правильно, не бы, да, понятно, что все брали риски, есть хорошая история, как говорит Юра Милнер, надо быть всегда founder-friendly, здесь как бы все инвесторы должны были принять риски, но я совершенно как бы спокоен, ну да, дали рубль и получили 70 копеек, ну бывает. Но он все равно, вы все равно считаете его хорошим предпринимателем? да, он делает, слушайте, он крутой продуктовок, потому что тогда, вот, мне телеграм вообще не заходило, я тут недавно специально смотрел, сколько времени между ватсапом и телеграмом, у меня примерно 15 процентов в телеграме уже, но они сделали реально крутой продукт, и тогда это казалось, что это только для айтишников, а сейчас это уже повсеместно для всех и всем пользуется, и они сделали очень крутые стратегии по выходу на рынки, когда проходит какой-то хайп, они его всегда подхватывают, и всегда база очень колоссально растет. Хорошо, а Сторонский вам нравится как предприниматель? Сторонский? Николай. А кто это? Отлично. Вы мне кем-то отключили, я бы сейчас был, а, ой, господи, я бы думал про российский рынок, я с ним честно, не знаком, знаю, там, ребят, кто у них работает и какое-то время следил, потому что много было хайпа вокруг революты, я всегда тестирую продукты, я даже карточку их черную, платиновую заказал, потому что они сделали офигительный продукт, я считаю, для европейского рынка. Пока что не так много кто смог из банков европейских это повторить, но клонов идет уже очень много, у них очень хорошая команда по всему миру и ребята в Лондоне, которые в революте работают, ну, самое хорошее там, что это корпоративная культура. У каждого героя есть цель, враг и суперсила. Расскажите про ваш. Вчера принимал участие в конкурсе Эфи в жюри. У меня был проект Супер Марио. Вот я себе представил просто каждого супергероя, я себе представил Супер Марио. Я и сказал супергерою, секундочку. вот этим вот персонажем. Ну, опять, по поводу цели, я точно хочу сделать несколько единорогов в своей жизни. по поводу врагов я их не знаю. Может быть, это не враги, а завистники, но они есть всегда. Ну, как вчера сказали все мои друзья, что лучший человек, кто умеет объединять, они не знают. Я им благодарен за это, просто у нас вчера была встреча нашего клуба, было почти по 100 человек. Достаточно душевно хорошо посидели. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok